Да, да, с подарками. Да, 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 приятно. Да, мы будем ждать. И lo primero que me gustaría saber es, que tiene este lago de los cisnes, que tiene Giselle, o que tiene la bella durmiente, para que tengamos que venir a verla, cuando habitualmente otras compañías también de los países de Europa viene constantemente a España con los mismos repertorios y títulos. Во-первых, это гордость России, то, что мы делаем хорошо. Мы уверены, это 100%, что мы в этой классике, что лебединая, что Giselle, что спящая красавица. Не даром она выбрана, потому что мы можем гордиться и мы можем смело его танцевать, потому что мы уверены, что мы танцуем лучше в мире. , чтобы он получить получше sensелек в Hour лет. В сети сбыта, мастер-ither, междуна bugs и даром, то есть гардотр Cleveland, особенно эти две, erfolgют 사람들ам, это? acho, что мы использовать che накуме, мы 다시 Todа, что-то練 немного, подбр flameся к нам, чтобы когда-либо делать, с grandfathered, Я просто хочу добавить, что такое русский танец, почему классика, почему, потому что это душа, это русская душа, да, то что западники, могут искать его, как-то делать, они могут технически сделать, чуть лучше, чуть хуже, да, а русские, они танцуют с душой, эта душа только русские, только так могут танцевать эту классику. Мне кажется, это различие самое большое. Необходимо, мне кажется, что это руль, что это, что это, в реальности рудельное русское дело, Валет русский, он говорит, что это «Алма», и этот тип «Алма» мы имеем, но мы не имеем. Есть компании из других мест, которые, даже технически, могут быть лучшими, но не имеют ничего. Но эта «Алма» не имеют, эта «Алма» не имеют, эта «Алма» не имеют, эта «Алма» не имеют. То есть, может быть, эта «Алма» не имеют в виду «Алма». Мне бы хотелось saber, ahora, в пленном siglo XXI, в каком положении находится классический балет. Уже в XXI веке спрашивают, в каком положении находится классический балет. Когда-то люди, как Барижников, которые ехали от России, они сделали большой шаг впереди, потому что по-другому начали что-то сделать. В каком сейчас положении находится? Вы продолжаете, ищете что-то нового или нет? Что касается Михаила Барышникова, это признание, я люблю этого танцовщика, я считаю, что это рождение один раз сто лет. И когда был Барышников, когда был Нуриев, они хотели танцевать что-то новое, попробовать балончина, Макмиллана. Поэтому они уехали. А сегодня, на сегодняшний день, Балончин идет в России, Макмиллан идет в России. Все современные балеты идут в Москве, в Санкт-Петербурге. То есть, а расти нам расти. Как бы классика, она всегда идет отдельно, у нее своя дорога. У нее задача своя оставлять, чтобы было сравнение. Модерн он идет, живет одним днем. Очень редко какое-то произведение переходит через сто лет, которые будут танцевать. Сегодня классика живет своей жизнью. Модерн своей жизнью. И я считаю, что модерн, конечно же, западный, европейский, он ушел на 500 лет вперед, чем российский модерн. И наши туда уезжают, чтобы учиться у Европы делать модерн. Нельзя сравнивать нашу классику и модерн, они идут разной дорогой. Дианя, что в России, в случае, он играет на русском, который он не любит, он любит, он любит. Но, в тот момент, когда эта женщина moved и ехали, и переходила, и переезжала, и в Москве, и в Москве, и в Москве, в Москве. В Москве и в Москве, в Москве, в Москве и в Москве, и в Москве, как они даже идут на русскую балансин. в том числе, в том числе, что в США, в том числе, в стратегии, что он великий байлет классический, как все классики, очень расположенный, и не великий донок. И вот эта большая донка, когда все это классика, что в данном виде, например, живет сегодня, но не знаем, что это будет происходить в день. Он говорит, что не мог бы назвать ни разу, что он не мог назвать на нее, что его не было в жизни. Это, как раз, что один день. На данном классе нет, не можно траскредит. На данном классе есть, и есть хорошо, но на данном классе есть. И это не значит, что они не находят, даже если они не знали, что они еще один тип из-за классика. Что вы просите у своих танцоров? Как вы выбираете, что вы не хотите? Как вы выбираете, что для вас самое главное? Танцовщиков? Да, я всегда, как и в всей работе, чувствую людей. И я чувствую людей, когда кто-то чего-то хочет. Когда хочет артист чего-то сделать, то ему хочется помогать. И таких много. Есть такие, которые надо заставлять, как мама с папой пьет, и тогда получается результат. Но мне больше нравится выбирать, когда человек хочет, и он приходит лучше. Он подвижен, который, по-моему, технику, он всегда старается, кто hat. Он любит. Он любит. Он любит. Он видит что он, который он любит, что он видит, как ему respirать. Когда человек садится, когда он видит, когда он хочет играть в компании, и он хочет играть в реальности, он не стоит. А когда он хочет играть в реальности, он не стоит. В США можно считать, что в данном случае, в кома этиле, практически в квадратном методе, и не знаем, что в будущем он будет выходить. У нас в Испании балет находится сейчас, трудно сказать, в очень низком уровне, классический балет. Когда к вам, например, приезжает молодой танцор, как вы принимаете? Вам это интересно, не интересно? Что вы ждете от него? У нас есть аудишены, которые приезжают, мы смотрим, просматриваем. И, на мой взгляд, очень хорошие, выдающиеся танцовщики из Испании, которые, на мой взгляд, танцуют Хосе Карени, Анхил Карени. Они очень, они из отсюда, они из Испании, они очень хорошо танцуют, и не надо говорить, что у вас плохой уровень. Шикарный уровень, технические возможности невозможны. Они делают, как бы, революцию техническом. Испании. Испании. Его выясни kinder Испания, который,ansen, неразбан富ится, проявляет в воде следующий раз. Он имеет в виду, почему в Испании находятся в этом низком уровне. Он имеет в виду, что наши должны уезжать, чтобы работать. Здесь вообще нельзя работать. Классика очень трудная. Как во всем мире. Европа, Германия, то же самое. Там нет классики, там умерла классика. Кто танцует модерн, за счет того, что они танцуют модерн, у них закрывается театр, потому что зрители не понимают модерн. Здесь, если у нас сцена, у нас богато, открывается сцена, человек ощущает, что он на празднике, что какая-то начинается история. А когда модерн, непонятно. Дешевые костюмы, свет непонятный, все это давит на людей, на зрителей. Поэтому, может, они отходят от этого. Дискать, что это зависит от того. Но не только в Испании, что танцы классики в Альбании не существует в день. Есть очень pouки, есть очень pouки. И это все зависит от ауэра на танцы. Дискать, что за данным танцам, у них у них проблемы в танцах и у них многое проблемы в театре. Многие люди не закрывают, потому что они не идут в публике. Дискать, что когда у них будет в балет классики, и когда он обрался, и люди часто чувствуют, что они в феста. Почему? Потому что все понимают. Все это хорошо. Лучка, тяги, тяги, музыка. Будешь вести ванную сцену, и ты не понимаешь, и ты не понимаешь, и ты не понимаешь, и ты не понимаешь, что купи милет для идти. В конце концов, театр у них должно быть закрыто, и компании не работают. Мне кажется, что главное в классике, это те, кто приносит, кто учит классики. У нас выдающиеся педагоги, которые могут поделиться основой, как выйти, как сделать так, чтобы зритель почувствовал, чтобы зритель понял. Все зависит от педагогов. И все зависит от педагогов. Все зависит от профессоров. В СССР он под foutу, так в Руссер, он unos сегменты. Но и подробно учитывать. Есть учитель, выявят все на то, как вы должны идти, как вы можете идти, как вы можете создать эту реакцию, и это делается, что grandmother не служить. - Благо, спасибо. Спасибо.